Вот так выглядело строение еще вчера. Двухэтажное здание, говорит хозяин, он строил для себя. Продажа квартир здесь не предполагалась. И тем не менее, сочинец нарушил закон. Дом, причем капитальный, с признаками многоквартирного, он построил на садовом земельном участке. Самовольную постройку администрация города обнаружила на начальной стадии в 2017 году. В суд было подано исковое заявление. В 2018 объект был признан самовольным, подлежащим сносу. Все это время на самострой были наложены обеспечительные меры. То есть, хозяин не мог распоряжаться объектом недвижимости, земельным участком и, соответственно, продавать имущество. Более того, суд постановил, если застройщик добровольно не демонтирует строение, администрация вправе привлечь стороннюю организацию для сноса. Застройщик длительное время судебное постановление не исполнял, объект не сносился. В связи с чем администрации была найдена подрядная организация, готова сшить снос этого объекта с последующим взысканием денежных средств, понесенных на снос с застройщика. Более того, администрация могла подать иск об изъятии земельного участка и продажу из публичных торгов, также с последующим сносом. Застройщик, понимая, что какие убытки его предстоят, решил самостоятельно, не дожидаясь захода подрядной организации, изъятия земельного участка, самостоятельно осуществить снос, что мы сейчас и с вами и наблюдаем. Когда неотвратимость наказания, что не только снесется объект, но могут потерять еще в том числе и земельный участок, для всех это будет предупреждением и впредь пресекаться, будет самовольная строительство только так. Конструкции здания снесены. Хозяину объекта остается вывести строительный мусор. После этого расчищенный участок снова проверят судебные приставы, чтобы уже окончательно закрыть судебное дело.